Всем привет, друзья мои. Судя по надписи на моей майке, вы уже догадались, что сегодня у меня в гостях один из истинных героев рок-н-ролла. И это Шура Би-2. Здорово! Привет, дорогой! Здравствуй! Надо сказать, что в последнее время у нас как-то причудливо судьба сводит друг с другом. Не так давно я почти за честь проучаствовал в записи очередного «Нечетного воина». Вот. А теперь мы здесь. Будем что-то готовить. Да, вот именно. Я тебе скажу, что я как раз эксперт по завтракам. Потому что завтрак, ну, в принципе, это самое главное, я считаю. Ну, правда, завтрак начинается у меня достаточно поздно. Что, после вечера? Не, ну, там, после 12. Поэтому сегодня мы будем готовить прямо такое, значит, тем более сейчас зима, уже скоро Новый год. Мы будем готовить такой смузи, достаточно, скажем так, зелено-жесткий, чтобы не заболеть иммунный смузи. Ну, и так как я эксперт по омлетам, по яйцам, ну, по... Ну, это всем известно. И салат. С чего начнем? Может, со смузи начнем? Давай. Я тебе хочу сказать, что со словом смузи у меня интересная история. Давай. Довольно долгое время я в американских сериалах постоянно встречал слово смузи. И не очень хорошо понимал, что это такое. Я видел, что это такое густое, неприятное в стакане. Потом я понял, что это, видимо, сок с мякотью, как я понимаю, да? Ну, нет, смотри, здесь это ты просто фигачишь все, что есть под рукой, либо то, что достаточно полезно. Например, вот достаточно, вот смотри, кейл у нас тут есть, у нас тут есть. Как ты нажал это? Кейл. Кейл? Кейл, да. Что такое кейл? Кейл, кейл, кейл. Кейл, 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 кейл. Ну, трава, очень полезная. Это тебя в Австралии научили? Нет, уже в Америке, наверное. Потому что детки, большая часть, живут в Америке, а там как раз это, в Калифорнии, это главное. Что-то вроде между салатом и капустой. Да, смотри, вот я, например, листья салата, все вот это просто так и есть, это, ну, достаточно сложно. Это труд. Да, а когда ты это все в блендере перемешаешь, причем при определенных еще добавлениях всяких штук, это получается и даже достаточно вкусно, и самое главное, полезно. Тем более, ну, в свете коронавируса надо же как-то иммунитет защищать, поэтому будем сейчас готовить. А блендер есть? Вот он. И это! Как же я туда засуну все вот это? А зачем все? Засунь часть. Так. Хорошо. От звезды рок-н-ролла слышать о полезности еды довольно странно. Я понимаю, порассуждать о сравнительных качествах односолдового вискаря, например, да? Ну, это, кстати, это вот ваша тема машины времени по поводу вискаря. Нет, мы по водочке поискарю. Ну, в общем, мы и по вину тоже. У нас же в группе уже наступчик перестал выпивать лет шесть назад. У нас в группе теперь сухой закон, шесть лет. Прекрасно, знаешь, вот за шесть лет это вот... Скажите, а как прошли первые пять? Ну, сложно для некоторых. Ну, а и так по полгруппы особо не выпивает. Да, поэтому начинаем с имбиря. Это вот вообще корень имбиря вообще самая главная штука, что может... Тут я с тобой согласен. Скажи, скажи, я хочу вернуться. Значит, шесть лет... Шесть лет, да, группа не выпивает. Нет, Саня, у нас в райдере очень крутой кофе. То есть мы запаримся насчет кофе. Ты мне зубы не заговаривай. Кофе, чай, это мы понимаем. А алкоголя нет. Вот обрати внимание, если не веришь, спроси у любых промоутеров. Алкоголя нет. Понятно, что у нас три человека не выпивают, но три человека выпивают. Это я, звонок гитариста Янчик, наш клавишник. Он же и флитист. После концерта, конечно, все могут выпить, но на концерте все трезвые. Не могу тебе не рассказать историю про барабанщика одной известной группы. Давай. Не буду ее называть. История достаточно давняя. Барабанщик выпивал. И выпивал больше и больше. И стал уже как-то и концерты пропускать. Ну, в общем, ему сказали, брат, надо это, собраться, потому что... И он собрался. Не пил три недели. И вот концерт. Они играют концерты. Он после концерта грустный сидит. Он говорит, ты чего грустный? Он говорит, скажите, мы вот эту херню все время играем? Это не хэн? Нет. И ваше человек впервые услышал. Ну, в принципе, у нас первые месяца полтора тоже такое было. Типа, чего, достаточно сложно было. Но потом мы как-то все привыкли. А что заставило? Нет, Левчик сорвал один концерт, и он принял волевое решение отказаться от алкоголя вообще в своей жизни. Ну, понятно. И в принципе, это стало круто. А я уже давно думал, а у нас уже несколько участников нашего коллектива уже не выпивали на тот момент времени. Поэтому, в принципе, это было достаточно легко устроить. Ну, остается вам как-то позавидовать, потому что выглядит, что достаточно позитивно. Если не прикидываешься, конечно. Ну, как? Слушай, видишь, я уже с утра это все употребил. А, все, вот это уже. А, passion fruit. Это, в принципе, один из самых таких фруктов, где больше всего есть витамина С. Витамин С нам сейчас нужен. Ну, согласись, что когда снимают дешевые фильмы про зомби, и вот они хотят все время течать, да? Вот используют вот это поману. Да, вот это вот как раз? А по-русски это называется, по-моему, маракуя. Маракуя. В Австралии, по-моему, кстати, про Австралию историю. Ты помнишь, как мы с тобой первый раз познакомились? И, кстати, я же в Австралии чем занимался? Я как зарабатывал деньги? Я работал в ресторане. Сначала был посудомойщиком, потом официантом, потом меня шеф научил, и я стал сушевым готовить завтраки. Ага, и вот у меня все получилось. И, кстати, помнишь, ты, этот, площадка, на которой ты играл? Я бы сполоснул. Я сполоснул, да, да, корень себе. Площадка, на которой ты играл, на соседней улице, соседней улице Экланд-3, там, как раз, находился мой ресторан. Это главная Мельбурнская улица, где все туристы ходят, где все рок-звезды, там можно Никеева встретить, там Кайли Минок можно встретить. Сколько лет назад это было? Это был, я помню, это мы записали альбом, это был 98-й год, 99-й. Андрей, я сейчас расскажу, Андрей приезжает в Мельбурн, в Австралию русские артисты попадают крайне редко, далеко лететь. Андрей приезжает с гитарой, у него, видимо, тур с Сидней, а мы только записали альбом, вот, и мы приходим в гримерку, к нему с Левой, такие молодые ребята, там, Андрей Вадимович, послушайте, мы такая группа начинают, что Андрей так честно послушал. Он дослушал до песни «Полковник», и сказал, говорит, ну, ребята, скажу вам так, шансов у вас нет, эта музыка не коммерческая. Ну, я Кутикову альбом отдам, у него рекорд-компания, может быть, что-нибудь случится. Но лексикон-то не совсем мой. Ну, не, ну ты сказал, что, типа, это не выстрелит эта музыка, ну что, я понимаю, я контекст этот нашел. Через два года мы играем на фестивале «Крылья», это уже подходит Саша Кутиков и говорит, ну какой же я мудак, что я с вами не заключил дело. Я ему привез, он послушал, Барбара, значит, ты говоришь, слушай, это клево, но что с этим делать, я совершенно себе не представляю. А вот так бывает, вот, ну. Ну да, слушай. Тут еще надо тебе сказать, что все-таки ваш саунд тогдашний весьма сильно отличался от того, что вы делаете сегодня. Ну, слушай, это понятное дело, время прошло уже 20 лет, больше 20 лет прошло, поэтому... Так, а что у нас тут еще есть? А, вот же сейчас тут не заметил. Смотрите, да, вся зелень, которая есть, потому что так просто эту зелень есть достаточно сложно. Мне нравится легкость, в которой ты овощи смешиваешь с фруктами, да, это пофиг. Да, да пофигу, конечно. А еще есть мочо-чай зеленый, японский. Ты ударение правильно поставил? Не мочо, а мочо. Да. Ну, можно еще всякую-всякую зелень. Сахар не кладешь. И в коем случае. Все только натурально. Так, нам нужно... А, лед есть у нас? Потому что безо льда это будет как раз... Безо льда это будет невкусно. У меня небольшой опыт общения со льдом. Знаешь, я не американец. Нет, безо льда это будет не очень вкусно. Нет, я понимаю. Я просто потому, что я сам крайне редко его использую. Поэтому, когда вот, например, надо отсюда вынуть... Я понимаю, что надо тепленькой водичкой полить вот это, да? А вот он австралиец. Видишь, у него все получилось. Сразу. Унизил меня сейчас перед многомиллионной аудиторией. Нет, слушай, ну, Андрей, мы же выросли на твоих песнях. А, да я забыл. Ты знаешь, я же родился в Бобруйске, и я попал на твой концерт в первый раз в жизни. Это был 82-й или 83-й год. Мой дядя Карась, автор «Ничего там у воина», достал билеты в Минский дворец спорта на машину времени. 82-й или 83-й год, не помню. Причем, ну, тогда было две звезды. Ну, вообще в России две суперзвезды. Это «Машина времени» и Юрий Антонов. И это был... Просто до этого я попал на группу... Как у Барри Альбасова называлась? «Интеграл», да? «Интеграл». Такой типа «Ардро». И тут «Машина времени» во-первых, я знаю. А в школе, в школьном ансамбле, мы играли песню «Скворец». Это был супер-хит года 83-84-го. Все, прощен. Прощен? Так, слушай, я вот такой штукой никогда не пользовался. Так это интересно, верно? Так, а как... А я, наверное, так, я тоже не пользовался. Да, да, да. Ага. Слушай, ну я не уверен, что что-то у нас получится. Все получается. Слушай, ну это мы бы до утра будем так делать. Кровь пошла, ты видишь? Это мы до утра будем сейчас. Нет, нет, все нормально. Ну вообще, лучше блендер с крышкой такой туда бросается, тогда... Ну я тебе хочу сказать, что вот в американских фильмах это как раз примерно так и выглядит. Не-не-не-не-не-не. Тот, который с крышкой, потому что видишь, сейчас может все... Это совсем должно в кашу все перетереть? Да, ну должно быть, да, потому что там же имбирь и все, да. Ну сейчас, ну на же время есть. Не-не-не, еще рано. Давай пробовать. Так, сейчас сначала я попробую, а то же мы отравлю еще от народного артиста. Нет, мы же видели ингредиенты. Новичка там не было. О, то, что надо. Вперед. Да. Какой-нибудь хочет? Не бойся, не бойся. А там селедки не было? Не было, не было, не было. Потому что... Немножко и цветов вкус немножко странный, но смотри, если будешь пить это хотя бы пять раз в неделю по утрам, ты же принимаешь витамины B, C там с утра. Нет. Вот потому у вас и виски в райдере. Ну на вид гадость, честно. М-м-м. Это вкусно. М-м. Но. И полезно, самое главное. Имбирь такой дает стержень. Да, имбирь, да. Зато имбиря с утра выпиваешь, и как будто в холодный душ залез. Сюда можно, знаешь, мне чего не хватает? Чего? Какой-нибудь сладкой ягоды, ну типа... А, у нас блубер есть. Типа клубники, например. Можно клубнику, можно малину, но видишь, блубер и все-таки как-то... Она для глаз, мы знаем. Да. Ну такой легкий вот сладенький штришок, банан, например, нет или вредно? Ну я банан не ем, не употребляю банан, мне от них что-то живот болит, поэтому я их не добавляю. Ну в общем, все, что происходит. А в американских фильмах там постоянно банан туда и добавляют. Сам не ест. Ты чего? Я хотел предложить кому-нибудь желающих нету. Обойдутся. Я придумал историю для своих детей. Я говорю, дети, вы знаете, что папа умеет готовить королевский омлет? Да. Она говорит, типа, да ладно. Я говорю, знаете, когда я работал в Австралии в ресторане, наш ресторан заходит королева Англии. Каждый день. Нет, вот приходит, она приехала в Австралию, королева Англии, там в 90-х, она уже старенькая. И она попробовала, то есть шеф поставил мне приготовить омлет, она попробовала омлет, она сказала, Шура, приезжайте ко мне в Англию, я возьму вас к себе в это, поваром, будьте мне готовить этот прекрасный омлет. Поверили. Дальше мы в прошлом году с дочкой были в Лондоне, а там, понимаешь, как там в сентябре открывают королевский дворец, ты можешь посетить. Но мы были, правда, в ноябре, она говорит, слушай, а мы к королеве Англии, дойдем. Я говорю, знаешь, сегодня не приемный день, но мы можем поставить себе королевского дворца. И так они, королевский омлет, они хоть начали как-то употреблять яйца с утра. Ну, показывай, королевский. Королевский омлет делается очень просто, нужна сковородка. Нужна одна королева. Я послежу за процессом. Да, да, да. А не мытые? В чате. Так, мы добавляем сметану. Сметану, ни сливки, ни молоко, да? Нет, сметана, потому что вкусно. Ну, детям-то можно, в принципе, с утра там можно тоже себе позволить и сметану добавить. И надо посолить. Ну, все. И все? Все. Самый главный ингредиент, да. Да, чуть-чуть. Все. Ну, ты можешь, конечно, последить и переворачивать его там. А надо? А он пока нет. Ты, конечно, настоящий мастер пиара. Чего? А я вот думаю, что в нем такого королевского? Главное, придумать историю, чтобы детей заинтересовать. И, а дальше уже все. Но ты будешь смеяться, я на самом деле омолето со сметаной никогда в жизни не пробовал. Бру, со сливками делал, молоком делал, водой делал. Конечно, можешь все добавить грибы. Бру, королевы очень любят черного перчика посыпать. Можешь добавить. Но я вот как раз люблю тут красный. Вот этот. Да, ну, адский. Но он такой. Да, я люблю остренькое. А у тебя вообще какая любимая кухня? Я люблю острую еду. Одной любимой кухни у меня нет. Поэтому я очень люблю японцев. Я очень люблю китайцев. Я очень люблю итальянцев. Я люблю банальных мексиканцев. Тако? Ну да. Всякую вот эту. Бурриту всякую такую. Я вообще помощник, на самом деле. Нет, слушай, я тоже люблю, обожаю и тако. Но вообще самая любимая еда, она есть в Австралии. А я же мясо не ем. Давно? С 93-го года. Я с 93-го года перестал есть рыбу и мясо, когда жил в Австралии. Ну, там тепло, жарко, в принципе, и не надо. Но начал есть курицу и рыбу. Когда приехали в Россию, мы поехали, мы прилетели в 90-м году осенью, а в январе мы поехали в Санкт-Петербург сниматься в фильме «Брат 2» к Балабану. И было, мы стоим, я помню, на вокзале, мы стоим на поезде, минус 22, у меня какая-то там курточка. Я понимаю, что, типа, Шура, не начнешь есть курицу, загнешься нахрен. Конечно. Естественно. Да, это и не Австралия. Поэтому, в принципе, нормально себя чувствовал без мяса, прекрасно себя чувствовал. В жарких странах, где я жил, там, в Израиле и в Австралии, там, в принципе, не надо. Ну, в Австралии барашек хороший. А? Барашек какой хороший. Ну, видишь, я ем такой. А кенгру ты там попробовал, крокодил кенгру? Нет. Лёвчик вот пробовал, он ел, он ест мясом, говоришь, что, ну, в принципе, ничего особенного. Как кролик? Ну, пожестче он только сказал. И крокодил он пробовал. Крокодил не стоит того, чтобы его есть. Ну, в принципе, уже румяненький. В тарелочку. Ка-а, еще. Можно, конечно, перевернуть, но так как бы тоже прекрасно. Омлет для Его Королевского Величества. Елизаветы. Должны играть в волынке, да? Ну-ка, извини. Извини. Конечно, сметанка дает. Конечно. И самое главное, сливочное масло дает вот этот вкус такой. Я тоже попробую. Сливочное масло дает тоже вкус. Ну, это клево. Ну, вот. Мы завтракаем, а вы. Видишь, он такой воздушный очень такой. Да, да, да. И, соответственно, ну, к нему можно приготовить еще и салат. Салат будем готовить или будем болтать просто? Ну, если ты привык, чтобы руки у тебя были сейчас заняты. А скажи. Ау. Вот в непростых условиях... А, у нас же оливковое масло есть? Есть. А, отлично. Мы тогда сейчас приготовим. По непростых условиях пандемии. Ау. Как проходит ваша концертная жизнь? Ну, смотри. Мы же как. Когда началась все, стартанула вся эта пандемия. Мы салатчиком приняли решение, что вся группа уходит вот прямо в... В запой. В этот. В изоляцию. То есть мы сыграли онлайн-концерт. Самый первый. И приняли решение уйти в жесткую самоизоляцию. Ну, я просидел недели полтора и понял, что все, загибаюсь. Моя журналистка, вот он тут присутствует, говорит, так, Шурик, ты сойдешь с ума, потому что, ну, делать нечего. Я начал вести стримы. У меня образовалось время заняться нечетным воином. Потому что, ну, то есть практически все было записано. Надо было там со всеми договориться. Плюс я еще и собрал концертный состав еще параллельно своего проекта электронного куртки Кабайна. Поэтому пандемия, вот первая половина этой пандемии сыграла, в принципе, позитивную роль. А Левчик вообще идеально просидел два месяца. Потом, конечно, мы вышли, потом мы играли какие-то концерты, но совсем немного. В принципе, сейчас мы вот вернулись с гастролей, мы сыграли три концерта Екатеринбург, Челябинск и Казань. Ну, это было, знаешь, все в масках сидячие. От ползала, да? Ползала, да, ползала сидячие, все, танцпортер сидячий, соответственно, да. Ну, а что делать? Я думаю, что до весны следующего года так и придется всем сидеть. А вы? Ну, очень все похоже. Мы сейчас, я ездил в Сиофай в Украину, были уже перенесенные концерты и проданы полгода назад. В некоторых городах пришлось играть два вместо одного, чтобы не возвращали билеты. Ну, да, да, да. Сначала первая половина зала пришла, то вторая половина. Как в сельские времена, вы же играли на машину в Риме. Я вспомнил. В 12 часов дня, в 4 часа дня. Я вспомнил вот этот опыт Росконцертовский, который, видишь, в прочности это пригодилось. Ну, вообще, конечно, хочется, чтобы все это кончилось быстрее, чем мы все ожидаем. Ну, да. Видишь, как-то на индустрию государство не очень обращает внимание. В принципе, одна поездка на метро, это как любой наш концерт, да? Конечно. Я уж не говоря маршрутки. Ну, да. Так, что мы тут еще давай. О, да. Это можно так, просто щедро так. Да, щедро, чуть-чуть. Это значит, жена твоя. Да, Лизка. Ты же был у нас на передаче «Биология». Кстати, она выйдет в январе. Она же является главным продюсером передачи. Кстати, ну, в двух слов скажу, у нас скоро выйдет передача, называется «Биология», где мы приглашаем наших друзей-музыкантов, они играют свои песни, мы с ними общаемся, и каждый из музыкантов еще делает кавер на группу «Би-2». Андрей сделал прекрасный кавер, и в январе все это начнет выходить. Более того, сначала он пойдет в кинотеатрах в 30 городах, а потом это будет на одной из площадок цифровых, которые есть. Покажи жену человечеству. О, Лизка, покажите. Иди сюда. Лизка вообще готовит офигенно. Она, кстати, научилась X-Benedict готовить прекрасно. Говори громко, у тебя микрофон, Аня. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо вам за участие у нас на съемке тоже в нашей программе. Кормят? Да, полезно. Так, и нам нужно оливковое масло, и в принципе салат готов. Можно, конечно, и со сметаной, но с оливковым маслом-то приятнее. А, перчики добавим. Добавим. Причем знаешь, какого? Давай, это уже... А, ты хочешь чилы? Чилы, да, да. О, еее. А порежь его тоненькими кружочками. Конечно, конечно. Это будет то. Рука-то поставлена, сразу видно. Пофессионал. Поставлена, да. Когда я могу еще уговорить детей съесть омлет, потому что они не очень любят омлет, то есть они любят там блинчики, блинчики, я не жарю, там блинчики, там, ну, каши. А я говорю, а как насчет, если в постель? Потому что они любят в гостинице находиться, это давай закажем завтрак в постель. Да, приключения. Да, приключения. Детки. А сколько? 8 и 10. Золотой возраст. Ох, скоро вы нахлебаетесь, ребята. Вам недолго осталось радоваться. Не знаю, не похоже. Еще пару лет. Красиво. Салаты шуриные, это потрясающе, правда. А мы тебе салатчик дадим. Что, могу забирать всю миску? Можешь забирать всю миску. Класс. Я пошла есть. Ну, смотри. Мы салатрики, да. Слушай, я хочу респект сказать твою последней, передай коллегам, последнему альбому «Машина времени». Причем еще респект не только от меня, Карась тоже послушал. Я был в полной уверенности, что вы сводили где-то за границей. Поэтому звукооператору и вообще всей команде респект очень хороший альбом. Это куча кого? А, Саня тогда огромный респект передай. Ну и сладкий. И сладкий, конечно. То есть прямо очень круто звучит. Но мастерили все-таки на бюро. Это понятно. Ну, мастеринг, ты же понимаешь. Мастеринг — это вот 5%, 10%. Это лаг на картине. Да, на картине. Самое главное же — сведение. Поэтому вот рад, что... Истинное наслаждение, господа, услышать вот эти слова не от какого-нибудь юзера, а от коллеги, понимаете. Да, это дорогого стоит. Спасибо. Продолжаясь в том же духе, и вообще мы внимательно следим и за твоим сольным творчеством. Спасибо. Нечетный воин выйдет, я тебя тоже похвалю. Вообще, а пластинка вышла в цифровом формате, но винил скоро придет, пока печатают. Мы же теперь... Сейчас же знаешь, какая эра, если раньше, чтобы быть, продать, ну, грубо говоря, золотой статус диска, да, раньше нужно было продать там 50-100 тысяч дисков. Сейчас ты печатаешь там, типа, не знаю, 5000 дисков. Поэтому мы начали делать винилы. Ну и правильно. Кому сейчас сиди нужно. Так что винил придет, все будет у тебя. Видите, как у нас много общего. Вообще говоря, такие разные, такие разные. Нифига. Дорогой Лёв. Шура. Дорогой Шура. Вроде не пил, да? Это называется кайф по мнению. А вроде как и выпил. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Что пришел, да еще и с семьей. Расхвалил, приготовил. Вспомнил задорную юность. Жду выхода на виниле. Все, спасибо. Пока, ребята. Пока, не болейте. Шура Бедова убежал с красавицей женой. А я забыл подарить ему наш замечательный фартук. А ему пригодилось завтраки готовить. Мы ему обязательно передадим.